Бюджет, изменения в Конституцию и полномасштабная подготовка к выборам президентским и парламентским. Это главная задача нардепов в новом политическом сезоне. Чего будет больше в их работе, пустой риторике или конструктива? И был ли продуктивным первый день в Верховной Раде, узнаем от Елены Зориной. На день позже школьников они возвращаются в зал. Заметно отдохнувшие депутаты уверяются, читали отдых и работу. Даже за границей умудряли встречаться с избирателями. А теперь официально в бой. Девятая сессия восьмого созыва. В зале спикер, премьер и другие гости. А вот депутаты не все. 375 зарегистрированных. Андрей Порубей о прогульщиках не вспоминает, но сразу предупреждает. Работы немало. Мы входим в год, когда будут выборы и президентские, и парламентские. И много кто говорит о том, что политические эмоции могут перешкодить полноценной и полноморной работе Верховной Рады Украины. Но я уверен, что это будет период шансов и веков возможностей. Первонаперво акцентируют на поправках в Конституцию, которые касаются закрепления курса на евроинтеграцию и стремления в НАТО. Сегодня изменения, предложенные президентом, появились на официальном сайте парламента. Этот документ и гаранты спикер призывают рассмотреть как можно быстрее. Мы ждем, чтобы этот месяц подготовили все соответствующие документы для рассмотрения в зале. И уже первое читание для того, чтобы направить эти пропозиции президента к Конституционному суду, мы готовы голосовать. Планы у нардепов грандиозные. Кроме извинений в Конституцию, первоочередных вопросов за лето накопилось немало. Но премьер призывает не забыть и об экономике. Еще одно вопрос, я бы не хотел, чтобы оно стало заручником будущих выборов. Это вопрос национального бюджета, государственного бюджета Украины. Он должен быть сбалансированный, справедливый и реалистичный. Потому что за каждую цифру мы будем нести с вами ответственность. Мы сейчас требуем от уряда, чтобы бюджет был внесен вчасно до 15 вересня. Чтобы он был внесен на правильной и реалистичной базе. Потому что мы уже видим, что бюджет внесен на нереальных макроэкономических показаниях. Требуют избранники сосредоточиться на социальных вопросах. Радикальный экономический прорыв, изменение экономической политики, изменение безопасной политики, отношения к людям, социальная политика, перерахунок пенсий, зарплаты, которые сегодня мизерны, цены на газ космические. Вот чем должна заниматься влада. Это грабеж среди белого дня. Цена на газ должна быть справедливой. За нашими подрахунками 4,5 тысячи гривен за тысячу кубов. Но не 12 тысяч. Цифры цифрами, но все же предстоящие выборы – основная тема разговоров. И в кулуарах, и в зале. Я закликаю напереду, начатку всех этих выборов, подписать всем политикам, которые балотуются на президентскую посаду, а также в Верховную Раду, меморандум, что до неизменности курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Нужно вспомнить о переселенцах и, наконец-то, дать им возможность проголосовать. Именно с такой целью в парламенте нардепы сегодня создали межфракционное объединение под названием «Переселенцам права голоса». Речь идет о почти полутора миллионах человек. Их права нужно защитить, считает один из инициаторов. Мы создали межфракционное объединение депутатов, которые работают за короткий час в уникальный, адекватный закон, который унеможливает, по-перше, политические спекуляции, политическую корупцию с подвезением, певными голосованиями за деньги, подголосованием и выкладыванием общественной думки. И вместе с этим дать возможность миллионам наших сотрудников брать участь в выборах нового парламента, голосовать за новую Конституцию. Но пока нардепы не могут утвердить даже вопросы на эту неделю. Они касаются интеллектуальной собственности в части евроинтеграции, а также блока вопросов по нацбезопасности и обороне. После разминки голоса наскребли, но дальше голосование снова не задалось. Когда пять раз мы голосуем за повестку дня и не можем ее принять, когда закон, который не содержит в себе никаких противоречий, ни у кого не вызывает никаких противоречий и является просто одним из элементов борьбы с пиратством, не могут принять, то это говорит только об одном, то что желание есть, а возможности, видимо, по-прежнему нет. В оппозиции говорят, оно и понятно, депутаты просто не с того начали. Абсолютно пустой порядок денный. Вчера мы наполягали, чтобы он был переглянутым, с урахованием тих вопросов, которые были высказаны людьми в регионах. Это, прежде всего, тарифы на газ, которые общество ждет с страхом, промышленность уже получила новые тарифы. Это выплаты чернобыльцам, это выплаты зарплаты, и, в целом, государственная политика в частности шахтарев. Есть нагальные вопросы, и уряд должен быть заслухать их. Сегодня же не хватило голосов и на законопроект об удешевлении лекарств. Зато избранники все же усилили борьбу с интернет-пиратством. А еще сделали настоящий подарок для жильцов общежитий, принадлежащих госпредприятиям. Теперь они смогут не только получить комнаты в собственность, но и хозяйничать там по-настоящему, как полноправные владельцы. Елена Зурина, Ксения Барвиненко, Василий Миновщиков и Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер.